29 декабря в Балакове прошли общественные слушания по поводу увеличения высоты отвалов фосфогипса. Так же, как и весной 2014 года, поддержать инициативу предприятия приехали сотрудники АО «Апатит». В этот раз на четырех автобусах, каждый из которых вмещает примерно 50 человек. Если кто-то из наших зрителей был на предыдущих слушаниях, то он знает, сначала выступают ученые, специалисты, а затем уже все желающие. На этот раз регламент не был нарушен. И свои мнения по поводу увеличения высоты отвала с 60 до 100 метров высказали эколог, ученый Саратовского госуниверситета, сотрудник исследовательского института и другие. Посыл у всех выступающих был один – фосфогипс это не зло, а вполне безобидный отход пятого класса опасностей. И ничего, что его так много, вреда он вроде как не наносит. Напротив, из него можно делать блоки для строительства домов и возводить дороги. После того, как все запланированные выступающие сказали свое слово, к микрофону пригласили иных. То есть тех, кто сам якобы решил высказать свою точку зрения по вопросу. И тут, как говорится, без комментариев. Работаю я по рачкам в готовке сырья в цеху космических удавлений. Я отцелась на верхнюю. Но мое заболевание не мешает мне работать на предприятии, тем более в цеху с военными условиями труда. На предприятии также работает и мой брат, который проработал на нем 28 лет. Работает он водителем Белаза, возит как раз на фосфогипс, на отвал. За все время его работы он так и не заболел. Ни Абергией, ни Раком, как утверждают многие, говорят, что это очень страшно. Я хочу вас заявить, что это совсем не страшно, что мы работаем и собираемся еще и в дальнейшем работать. Почему на предприятии? Потому что, во-первых, это стабильность, это защищенность в завтрашнем дне. Существует такое мнение, что наш фосфогипс влияет на репую кисть, загрязняя ее и тем самым погибает рыба, все живые организмы. Приезжая на Райбалку, Байск-Креста, я много мог заметить мусора, который оставляем сами мы на берегу. Снимаясь подводной охотой, я изучил ее репую внутри. И что меня также поразило, что все равно в реке забито теми же самыми бутылками и банками. Рыба в реке есть, ее много. Что также в реке много рака. Рак является, как сказать, индикатором чистоты в районе. И прежде чем искать каких-то вымышленных нарушителей экологической ситуации, я предлагаю начать каждый сам себя. То есть приезжая на удаем, надо забирать то, что мы туда привезли. И на этот раз ни одного критического замечания. Может и правда фосфогипс такой безобидный, раз даже аллергики работают на предприятии. Как бы то ни было, в слушаниях приняли участие 266 зарегистрированных человек. Все замечания и предложения в протоколе будут учтены. В течение 10 дней документ будет выставлен для ознакомления. Все комментарии можно будет оставлять с 18 января по 16 февраля по двум адресам. Библиотека села Быков от Рог и в городе Балакова на улице Степной 54, кабинет 9.